Йога — это, по сути, приведение геометрии вашего тела в соответствии с геометрией космоса. В йогической системе мы рассматриваем тело как 114 чакр. 72 тысячи надей встречаются в 114 узлах, которые называются чакрами. Две из них находятся вне тела, а 112 — внутри тела. Из этих 112 есть четыре, с которыми вам ничего не нужно делать. Так они устроены. Если всё остальное работает, они расцветут сами по себе. И так есть только 108 чакр, с которыми вы можете работать. Таким образом, число 108 стало значимым. Если вы носите чётки, то это 108 бусин. Если произносите мандру, то 108 раз, потому что вам нужно работать со 108 чакрами. Это число значимо, поэтому на востоке 108 используется во всём, потому что расстояние между Землёй и Солнцем составляет 108 диаметров Солнца. Расстояние между Луной и Землёй — это 108 диаметров Луны. Разница между диаметром Земли и диаметром Солнца — это тоже 108 раз. Также и в нашем теле есть 108 чакр, над которыми вы можете работать. Я могу углубиться в большое количество математических соответствий человеческой системы и космической геометрии. Мы осознали эти аспекты и таким образом пришли к 84 основным асанам. Если вы будете правильно выполнять 21 из этих 84 и овладеете хотя бы одной, ваша система пройдёт в соответствии с космической системой. Как только это случится, всё, что вам нужно знать о космосе, вы найдёте прямо здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok